Привет, друзья! Сегодня полезные советы, которые стоит увидеть. Я продолжаю строить дом и занимаюсь финишной отделкой помещений. В данный момент делаю плинтуса в комнатах. И сейчас хочу показать вам одну хитрость. Зарезав все плинтуса и подровняв каждый край ножницами по металлу, я собираю полностью комнату. Далее разбираю каждый элемент по отдельности. И чтобы доборные элементы держались надежно и не вываливались от прикасания, особенно когда ногой идешь, да, заглушку заденешь и она отваливается, я капаю каплю суперклея и склеиваю маленькие элементы. Таким образом, в десятки раз легче собрать плинтус надежно и хорошо. После склеивания всех элементов снова быстро все собираю. Притягиваю к стене и вставляю вставку. И вот получается отличный результат. А если вы работаете суперклеем и у вас получается толстый шов клея, а вам нужна всего лишь маленькая капля, то рекомендую воспользоваться иголкой от шприца. Таким образом, вставив ее в носик тюбика, при нажатии мы можем легко контролировать подачу клея и производить подачу буквально по граммам. Начинающие мастера, забивая гвозди в доски, не задумываются и не заморачиваются с загибанием гвоздя с другой стороны. Но это небезопасно, так как даже с загнутым гвоздем можно получить рану. Поэтому, работая молотком, всегда полезно иметь с другой стороны гвоздодер. С помощью него можно быстро и хитро загнуть гвоздик. Да так, чтобы жало его было снова в древесине. Такой же прием хорошо применять, когда нам нужно вытащить гвоздь. А у нашего гвоздя, в буквальном смысле слова, снесло башню. С помощью гвоздодера мы можем загнуть гвоздик с одного края и получить поверхность для зацепа. И легко можем подцепить гвоздь с оторванной шляпой. В моем молотке с передней ударной части есть углубление с магнитом. Многие не пользуются этим и думают, что оно бесполезно. Но благодаря такому зацепу гвоздя, можно одной рукой забивать гвозди. А другой рукой, например, придерживать заготовки. Или вы находитесь на высоте на лестнице, и вам нужно держаться одной рукой. А с таким функционалом на молотке проще дотянуться и зафиксировать доску. В моем арсенале молоток с гвоздодером, пару быстрозажимных струбцин и ножницы по металлу. Этот ручной инструмент Devolt предоставил мне магазин всеинструменты.ру, чтобы я опробовал его в работе. И также рассказал вам, что сейчас такой ручник можно купить только в магазине всеинструменты. Больше нигде. Также при покупке этого ручника ты получаешь промокод на скидку в 500 рублей. И можешь докупить еще ручного инструмента, но уже со скидкой до конца 2021 года. Более подробно про акцию можешь узнать по ссылке в описании. Переходи, закупайся и пользуйся хорошим инструментом от качественного производителя. Сталкиваясь с небольшими гвоздиками, есть шанс залупить себе по пальцам. Не надо ждать момента, а сразу ищите варианты. Как оставить пальцы целыми? Например, можно воспользоваться рулеткой с магнитным язычком. Просто прикладываем гвоздик и забиваем без всяких проблем. У меня есть большая баклажка, которую часто беру с собой для технической воды. Но с крышкой всегда была беда. То потеряю, то раскалю, то сломаю, раздавлю. И вот какое решение я нашел. Возьмем небольшую бутылку от напитка с широким горлом. Также для хорошей герметизации нужна будет резиновая прокладка, которую я вытащил из ПВХ трубы. Одеваем кольцо сверху и отрезаем верхнюю часть от бутылки. Накидываем сверху бутыля и с помощью строительного фена осаживаем полностью по кругу. Теперь осталось проверить результат. Набираем водички, закручиваем пробку и проверяем. Как видим, все работает отлично. С помощью резинового кольца мы уплотнили соединение. Все герметично, все надежно. Делая разметку карандашом, в низких участках не всегда удобно подлезть. Поэтому есть отличное решение. Возьмем карандаш и подрежем небольшую часть под 45 градусов. С помощью капли суперклея склеиваем два элемента в едино. И у нас получится небольшой карандаш для удобной разметки деталей в самых неудобных местах. Работая с доской, особенно на торцовочной пиле, делая пропил, мы получаем заготовку с лохмотьями, которые в дальнейшем придется шлифовать. Чтобы сэкономить время, я взял пару обрезков доски. Запилил их под 90 градусов как с торца, так и сбоку. Далее наношу немножко столярного клея и соединяю детали. После высыхания у нас получилась небольшая деревянная вставка. С помощью которой, отрезая заготовку, мы получаем ровный чистый край без заусенцев. Но, если же вы хотите получать детали с двух сторон, то следует сделать полностью вставку во весь стол. Учитывайте этот факт. Ну и напишите, какие советы вам понравились больше всего. Поставьте лайк этому видео, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok